Никто не знал, когда и откуда она появилась в нашем лесу. Но говорят, что однажды ранним весенним утром в ласковый шаловливый ветерок принес маленькое семечко яблонки, и оно как бы упало на самом крылью в лесной опушке. Никто бы этого, может, и не заметил. Но чуть позже из земли появился маленький, прямый, измененный росточек, который затянулся и тянулся к солнышку, пока не превратился в стройное маленькое деревце. А в это время другие телеги заметили, что в лесу появилась маленькая яблонка, и начали говорить. Как же хорошо, что эта маленькая яблонка появилась у нас в лесу. У нас ни разу не было в лесу ни одного хорошего маленького яблонка, но это яблонь. Но маленькая яблонька стряхивала веточками и говорила. Не хочу быть яблонкой, хочу быть высокой, важной, как вот этот дом, и чтобы по ночам с моих веточек светились в розы. С немец прилетал голод. Маленькая яблонка, на весь день пень, посмотри, с какой любовью Иисус дал тебя Господь, посмотри, в каком прекрасном месте Он повестил твою Синечка, и посмотри, как радуются деревья, которые окружают тебя. На следующую весну случилась с лесу большая радость. На маленькой яблоньке появились сначала нежные бутоны, а потом вся она покрылась чудесными ароматными цветами. Пчелки и бабочки, и мотыльки весело кружились вокруг нее. Кружились, кружились вокруг яблонки. Кружатся бабочки, мотыльки, пчелки. Все заедали в лесу, радовались, что яблонка стала таким украшением их места, и они говорили... Ой, какие у нее красивые бутоны, бутоны. Какая же она красивая. Так, проходили мимо Люты и восхищались. Вау, а что это за красивая яблонька тут растет? Ну, наверное, будут вкусные яблоки. Но маленькая яблонька упрямо трясла стволом и качала ветками, и говорила... Не хочу быть яблонькой, хочу быть сосокой, маленькой, а вот это ток, чтобы поначалу моим веточек слететь слезы. С небес прилетал голос. Наберись терпения, маленькая яблонька. Только тот, кто умеет ждать и хорошо терпеть, действительно способен увидеть чудо. Промчалась веселая шумная река. Наступила осень. Все деревья в лесу нарядились в яркие, красные и золотые наряды. А холодной зимой добрая метель укрыла их своим пушистым снегом. На следующую весну яблонка проснулась уже красивым, стройным деревцем, и теперь вся она, как невеста, была украшена нежными цветами, так что даже листочком было не видно. Все деревья восхищались гвозу этой яблонки и радовались, что благодаря ей весь лес становится краше. А ради ее цветов в лес прилетали целые стайки жучков, бабочек, мотыльков и птичек. Они летали вокруг нее, радовались и восхищались ей. Летали они, летали. А птицы радостно щеметали в кроме ее ветвей. Все время в лесу восхищаты говорили, какая красавица выросла на шее яблонки. Какая красивая яблонка, какие на нее красивые планы выросли. Но мать моя яблонка упорно говорила «Не хочу быть с яблоками, хочу быть с высокой, пашенька, вот это дух, и чтобы по ночам прощать эти цветы сверли». Пролетела весна, началось лето, и к осени на яблонке появились белые сладкие, как мят яблочки. Все деревья в лесу любовались яблонками, проходили мимо людей, угощались мяткими яблоками и говорили «Ммм, какие вкусные яблоки, это яблоки, надо потом сделать из них пирог». Но яблонка была непреклонной и все говорила. «Не хочу быть яблоками, хочу быть с высокой, классной, могу хватать на дну, и чтобы по ночам своих веточек свечеет сверк!» Ничего не отметили на этот раз и небеса, но внезапно подул холодный северный ветер, который постепенно набрал сил и превратился в чудовищные осенили. Он завыл, загружился и начал хватать и подбрасывать ярко-желтые листья деревьев. Казалось, этой забавы было мало, и он начал срывать и сбрасывать лечить деревьев, а непокорник начал сгибать своей молвучей силой и громко расширялся и громко, где забавка лета. Тут яблонка сверкнула молния и своей отступительной стрелой расколола молвучий дух нахуй, а побил его огнем, для только пень от него остался. Степень ее восстанавливался, начали сгибаться до земли, а маленькая яблонка была ей два живая страха. Тут склынул ливень, гроза продолжалась до самого утра, а утром, лишь только первые муни солнца, озарили осягший и опостевший лес. Маленькая яблонка потихоньку подстанулась и выпрямилась. Прямо напротив снает снял обгоревший пень. Все, что осталось от важного духа. И тут яблонку услышала. Маленькая яблонка, посмотри вниз. Что это? Что у тебя наоборот? Это все смертные. Правильно, маленькая яблонка. Тебе вовсе не нужно было быть высокой, важной, как этот дух. Самое главное твое желание, Бог уже вложит в твое сердце, и оно всегда было с тобой. Самое ценное, Бог всегда помещает внутрь нашего сердца. И каждое творение Божие, оно уникальное, и красиво своей особенной, собственной красотой. И каждый из нас носит внутри себя этот образ кожи.